Важнейшим событием всей Второй мировой войны стала битва на Курской дуге летом 1943 года. Планы командования вермахта окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе были разрушены. Красная армия сама перешла в контрнаступление и нанесла тяжелое поражение противнику. Курскую битву многие историки считают завершением коренного перелома в войне. Летом 1943 года гитлеровское командование рассчитывало взять реванш на советско-германском фронте за свое поражение под Сталинградом. Победа над Красной армией, пусть и на одном участке под Курском, могла, по мнению немецкого руководства, привести к последующему наступлению германских войск на юго-восточном и северо-восточном направлениях, обеспечить надежную оборону немецких позиций на остальных участках фронта, заставить союзников СССР, Англию и США отказаться от своих планов высадки войск во Франции. Условия для удара против Курского выступа, который занимали советские войска Центрального и Воронежского фронта, казались, были превосходные. Курская дуга имела ширину 200 км и выступала на запад до 150 км. Она образовалась в период контрудара германских войск Манштейна в конце зимы, в начале весны 43-го года. Немцам тогда вновь удалось взять недавно освобожденный Красной армией Харьков, но дойти до Курск вермахту уже не хватило сил, и фронт здесь стабилизировался. Дата удара была определена – 5 июля 43-го года. Германская операция под Курском получила наименование «Цитадель». Данные разведки свидетельствовали, что противник собирается нанести удар в районе Курска. После обсуждений в Генштабе и Ставке ВГК было принято решение сначала выбить вражеские танки, измотать противника в оборонительных сражениях и лишь затем самим перейти в наступление. Общая длина вырытых траншей и ходов сообщений равнялась расстоянию от Курска до Камчатки. Было создано несколько полос обороны, заминированы подходы к советским позициям, была даже построена новая железная дорога, чтобы поезда четко и в срок подвозили войска, технику и боеприпасы к передовой. Немецкое командование делало все возможное, чтобы оснастить свои войска новыми танками и самоходными орудиями, которые по своей бронестойкости и вооружению превосходили тогда основной советский средний танк Т-34-76. Именно на ударную мощь новых бронированных машин вермахта, которые начали разрабатываться в Германии после встречи с советскими танками Т-34 и КВ, надеялся Гитлер летом 43-го. Советскому командованию удалось захватить образец танка Тигр, изучить его и начать разработку рекомендаций, каким образом с ним лучше бороться на поле боя. Однако новых самоходных советских орудий СУ-152, которые на равных могли соперничать с новыми немецкими танками, пока на фронте было явно недостаточно. Т-34-85, калибр орудия которого был уже 85 мм, появился в Красной Армии только в начале 44-го года. В результате новые немецкие танки могли поражать советские Т-34 с расстояния 1,5-2 км, тогда как советские орудия Т-34 могли пробить броню танков Тигр и Пантера, причем в основном бортовую броню, только с расстояния 300-400 метров. Общее преимущество перед Курской битвой было у советских войск Центрального, командующий Рокоссовский, и Воронежского, командующий Ватутин, фронтов, плюс к этому в тылу основных советских сил располагался Степной фронт под командованием Конева, который должен был перейти в наступление после провала германского удара. Противник сосредоточил свои войска на узких участках фронта и был готов прорвать оборону решительным ударом танковых сил, примассированной поддержкой бомбардировочной авиации. Накануне германского наступления советское командование получило достоверную информацию, что атака начнется на рассвете 5 июля. Было принято решение встретить врага контр-арт-подготовкой. Тысячи советских орудий нанесли массированный огневой удар по вражеским частям, и хотя по большей части стрельба велась по площадям и не нанесла противнику значительного урона, все же она задержала на несколько часов немецкое наступление. Около 6 часов утра советские войны увидели перед своими позициями танковые армады врага. Германская артиллерия и авиация обрушила свой огонь и бомбы на нашу оборону. Впереди, как правило, шли тяжелые немецкие танки, за ними средние. Толстая броня танков давала возможность противнику вклиниться в передовые советские порядки. Но даже окруженные советские подразделения продолжали сражаться, задерживая врага и уничтожая его пехоту. В течение нескольких дней танковым тараном немцам удалось вклиниться на северном фасе Курской дуги на 10-12 километров, на южном до 35 километров. На севере Курского выступа разгорелись ожесточенные бои у населенного пункта Паныри. Чудеса храбрости проявили здесь советские артиллеристы, пехотинцы и танкисты. Батарея капитана Игишева в районе села Самодуровка в течение 6-8 июля 1943 года каждый день отбивали по несколько атак противника. Советские артиллеристы уничтожили там 19 германских танков, стреляя по ним фактически в упор. Когда все наши орудия были разбиты, бойцы во главе с Игишевым пошли в рукопашный бой и не дали врагу прорваться на свои позиции. Капитан Игишев героически погиб. После войны село Самодуровка, где приняло свой последний бой Игишев, было переименовано в село Игишево. За несколько дней на северном фасе Курского выступа ударные немецкие войска лишились 50 тысяч человек и 400 танков. Вражеское наступление здесь было остановлено. На южном фасе Курской дуги группировка Манштейна нанесла основной удар силами 4-й танковой армии и оперативной группы Кемпф. В районе станции Прохоровка разыгралось одно из величайших сражений в истории, от исхода которого во многом зависел исход всей Курской битвы. Со стороны немцев действовали отборные германские танковые силы, 2-й танковый корпус СС, куда входили 3 ССовские танковые дивизии – Рейх, Мертвая голова и Адольф Гитлер. Они насчитывали около 400 танков, из них около 50 тяжелых танков Тигр. Со стороны Красной армии на этом направлении в срочном порядке было переброшено из Советского степного фронта 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова. Около 500 танков Т-34, более 260 легких танков Т-70 и другие бронемашины было решено стремительным ударом сблизиться с противником и навязать ему ближний бой. Броня к броне, чтобы значительно уменьшить преимущества немецких тяжелых танков. Сражение под Прохоровкой завязалось 11 июля и продолжалось до 16 июля 43-го. Кульминацией танковой битвы стало 12 июля. В процессе подхода советских танков немцы смогли подбить многие советские машины, но дальше начался ближний бой. С обеих сторон в Прохоровском сражении участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Потери советских войск, по отечественным исследованиям, составили тогда 500 танков, из участвовавших в боях 800 машин. Это 60% от первоначального состава. Немцы потеряли 300 танков из 400, 75%. Только 12 июля фашисты потеряли 70 танков. Таким образом, враг лишился своей ударной мощи, а у советского командования были в запасе необходимые резервы. Дальше немцы уже не прошли. Прохоровское сражение стало безусловной победой Красной Армии. Соединения Советского Западного и Брянского фронтов 12 июля 43-го года начали свое наступление к северу от Курского выступа – операция «Кутузов». В результате этого наступления орловской группировке врага грозило окружение, а возможностей продвижения Курску с юга не оставалось. Немцы вынуждены были 17 июля начать отход из района Прохоровки. 15 июля 43-го года перешли в атаку армии Центрального фронта Рокоссовского. Вскоре противник под ударом советских войск начал быстрое отступление в районе всей Курской дуги. К 3 августа Советский Воронежский степной фронты, отбросив немцев на те позиции, с которых они начали наступление против южного фаса Курского выступа, приступили к Белгородско-Харьковской наступательной операции – операция «Румянцев». В начале августа 1943 года по приказу Центрального штаба партизанского движения началась масштабная операция советских партизан под условным наименованием «Рельсовая война». Ее целью было сорвать перевозку германских солдат и вооружение на территории Белоруссии, Украины, Смоленской, Орловской, Калининской и других областей. Всего советские партизаны взорвали тогда более 200 тысяч рельсов и сотни вражеских эшелонов с войсками и техникой. Тем самым тылы группы армии Центр и Юг в самый критический период летних сражений оказались частично парализованы, а части вермахта не получили необходимое подкрепление. 5 августа Красная Армия освободила Орел и Белгород. Это было наглядным свидетельством того, что вся германская группировка под Курском потерпела полный крах. Тем же вечером в Москве был дан первый артиллерийский салют. 12 залпов из 124 орудий в честь доблестных войск, одержавших славные победы. Распоряжение проведения салюта отдал лично Сталин. В то время он прибыл на фронт и находился в деревне Хорошего под Ржевом. Здесь, в простой деревенской избе, Сталин встретился с командующим Калининским фронтом Еременко для обсуждения предстоящих операций. 23 августа 1943 года Красная Армия освободила Харьков. На этом Курская битва завершилась. Победа под Курском далась огромной ценой. Однако соотношение сил еще более изменилось в пользу Красной Армии. Потерпели поражение 30 отборных дивизий врага, в том числе 7 танковых. Теперь уже моторизованные лавины советских войск стремительно пронзали вражескую оборону и неудержимо наступали на Запад. После Курской дуги союзника Гитлера в Европе окончательно осознали, что пора как можно быстрее выходить из фашистского блока. Нервозность проявляли правительства Румынии, Венгрии, Финляндии и других нацистских сателлитов. В сентябре 1943 года Италия подписала перемирие с западными союзниками. Победа в Курской битве означала, что Красная Армия будет и далее стремительно наступать на Запад, начнет освобождение Украины и Белоруссии, форсирует Днепр, подойдет к границам СССР. Союзники не могли далее задерживать открытие Второго фронта. Решение о высадке во Франции было принято на конференции в Квебеке в августе 1943 года, как раз в период развития советского контрнаступления на Курской дуге. В ноябре-декабре 1943 года на Тегеранской конференции Сталин, Рузвельт и Черчилль было принято окончательное решение о высадке союзников в Нормандии.